В регионе стартовал осенний призыв и, к слову, единственный в нашем округе. А чтобы новобранцам собраться в армию по всем правилам и получить советы знающих людей, в очередной раз в Нуримаре прошла акция «Призывник». Почти 50 молодых парней, которые в ближайшее время отправятся служить в ряды российской армии, прошли экспресс-курсы. Центр поддержки молодежных инициатив организовал для них встречу с людьми, знающими толк в военной службе, а также тех, кто даст мудрые советы и напутствие перед новой жизнью длиною в 365 дней. Новый распорядок дня, новые люди, униформа и другие цели. Совсем скоро эти ребята кардинально изменят свою жизнь на целый год. Многие из них уже наслышаны об армейской жизни. Это встреча как напутствие перед длинной дорогой и теми испытаниями, которые предстоит им пройти. Вернуться обязательно живыми, научиться быть стойкими и мужественными. И самое главное помнить, что вы защищаете тех, кто остался здесь, в этой мирной жизни. Хочу напомнить, что есть два пути. Оно отражается в двух словах. Одно – это солдат от испанского сонда, то есть тот, кто служит за день. А другое – русское слово – воин, которое служит отечеству. Верой и правдой. Я очень хочу, чтобы все вы были воинами Святой Руси. Боже мой, на помощь. Изменить свою жизнь – значит изменить себя. В повседневной жизни не всегда можно воспитать в себе дисциплину и стойкость. И высшее образование тут не поможет, считают новобранцы Илья и Виктор. Перед университетом мне было еще 17 лет. И в силу своего возраста я не мог уйти в армию. Поэтому я решил, что пришло время. Я бы хотел, как бы это не банально звучало, закроить характер, воспитать мужество и стойкость к жизненным трудностям. Служить им предстоит в Северо-Западном военном округе. Куда именно попадут ребята, будет зависеть от уровня образования, состояния здоровья и допуска государственной тайны. Призывников радует одно – все части будут располагаться относительно недалеко от родного округа. Хотя, по словам начальника отдела военкомата Игоря Ибраева, этот факт вовсе не влияет на качество службы. Хорошо, слушайте, ребята, кто не выпячивается, кто себя ведет, как все. Потому что вам придется жить в мужском коллективе целые сутки. Вы с родителями только не общались, сколько будут общаться друг с другом. Ну и, соответственно, вы сами знаете, что такое мужской коллектив. Это довольно-таки жесткая организация. Первый отъезд призывников состоится на этой неделе. Последняя партия новобранцев покинет Наринмар в конце декабря. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Кстати, первая партия с новобранцами из Наринмара в областной военкомат отправилась сегодня. Следующая, то есть уже вторая, выйдет в предстоящее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...